Всем привет, друзья! Меня зовут Евгений, мне чуть больше 30, и я подписчик телеканала Дождь. Да, друзья, сегодня мы поговорим о Дожде, ведь наблюдать за ними это сплошное удовольствие. На каком еще телеканале вы сможете увидеть дебаты Леонида Гозмана и Марата Гельмана на тему «Нужна ли России идеология?» и «Все эти духовные скрепы?» Какой еще телеканал предложит вам посмотреть на Большой театр с нового ракурса, так сказать? Причем они это даже не исправили, эти фотографии там до сих пор перевернуты. А может быть это такой намек, мол, посмотрите на мир нашими глазами, вверх тормашками. Заместитель главного редактора еще какого телеканала может показать в эфире украинского канала обнаженного оператора? И больше про встреч двух диктаторов, надеемся, узнать в заступника главного редактора телеканала Дождь Дмитра Яловского. Он с нами на живо, Дмитре. Официйная информация про подсумки встречи обмальта. Всех цікавить, что просил Лукашенко и как он будет отработать новую помощь от Москвы. Так, и, в частности, справдится предпущение многих аналитиков, что Беларусь уйдет каким-то образом до склада Росии. Ну, мы попробуем связаться с Дмитром трошки позднее, я так понимаю, так? В общем, на телеканале Дождь работают исключительно профессионалы, и поэтому за ними интересно наблюдать. Так, например, буквально пару часов назад их, можно сказать, послали прямо во время прямого эфира. Давайте посмотрим, что там произошло и как это было. Доместас, главный российский ньюсмейкер. Пожалуй, этот известный бренд бытовой химии последние дни обсуждает больше, чем мемы со встречи Лукашенко и Путина, и уж точно больше, чем выделенный России кредит. Да, тут тоже очень интересно получается. Доместас открывает рекламную кампанию, и буквально на следующий день практически вся оппозиционная тусовка начинает кричать об этой кампании. И тут одно из двух. Или Доместасу невероятно повезло, или просто независимые блогеры, независимые журналисты отрабатывают джинсу. Все дело в том, что компания объявила конкурс на худший школьный туалет. Фотографии публиковались на сайте, многие и правда ужаснут неподготовленного зрителя. Шесть худших туалетов обещают отремонтировать, а остальным участникам полагается годовой запас чистящих средств. И теперь Доместас догоняет крота, которым отравился Барри Алибасов в рейтинге самых упоминаемых в России чистящих средств. Вот как можно было абсолютно неполитизированный конкурс превратить в какую-то политизированную клоунаду? Это буквально высосали сенсацию из унитаза и начали плеваться ей. Школы стали присылать фотографии своих туалетов. Так называемая позиционная тусовка нашла самые страшные фотографии и начали кричать, мол, посмотрите, какие в российских школах туалеты. Разбиты туалеты норма для российских школ, для Москвы тоже, пусть и в меньшей степени. Во времена моих школьных лет была популярна песенка про туалеты в Макдональдсе. Это, конечно, очень интересно, но зови уже гостя. С нами на связи Ирина Кондратьева, заместитель директора школы номер один из города Гусь-Хрустальный, который попал в этот топ-6 школ с самыми ужасными туалетами в России. Ирина, здравствуйте. Она, походу, думала, что ее позвали, чтобы поздравить с победой. Но сразу же поняла, что что-то тут не то, и это было четко видно по ее лицу. Вот это топ-6 школ с самыми ужасными туалетами в России. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина, пусть и тема кажется довольно смешной, но на самом деле она совершенно не смешная, потому что я помню себя как бы в школе и помню туалеты наши школьные. Ну, журналисту явно близка эта туалетная тема. Он за минуту два раза свое детство вспомнил. Песни какие-то вспоминал. Загадка. Чем отличается студия Дождя от школьного туалета? Вообще, как вы относитесь к тому, что ваша школа, ну, во-первых, участвовала, да, пусть и не по вашей, наверное, воле, и более того победила в этом рейтинге, который компания составила? Знаете, мне не очень нравится вот такая трактовка, и я не очень понимаю, почему эта победа позиционируется именно так. Ну, а как еще журналист Дождя мог позиционировать эту победу? Он там для того и сидит. Понимаете, в чем тут разница? Для нее это что-то позитивное. То есть у них была проблема, плохой туалет, и появилось решение этой проблемы. Ремонт. Они выиграли в конкурсе. Для журналиста Дождя вся эта ситуация это очередной повод сказать о загнивающей рашке. То есть она ему об одном, он ей о втором. И тут вышло небольшое недопонимание. Давайте будем честными. Дело не в том, что у нас самый худший туалет. Даже там среди заявок на сайте есть картинки и пострашнее. Это конкурс лайков. Просто у нас оказались самые дружные, самые сплоченные родители, выпускники, наши друзья. Нас поддержали, и мы набрали больше всех лайков. Вот и все. Она ему говорит про победу в конкурсе. Но журналисту Дождя надо услышать совершенно другое. Это здорово, если вы так объединились для решения проблемы. Это действительно проблема, как в вашем отдельном случае, так и по всей России. Первая попытка журналиста Дождя увести разговор во всероссийскую проблему закончилась неудачно. Он ей об одном, а она ему о втором. Она ему продолжает про конкурс. Больше того, я хочу сказать, что если бы мы, а все-таки это с нашей подачи пошла такая большая шумиха в Твиттере и во всех остальных соцсетях, если бы мы этого не сделали, они бы объявили трех победителей. Мы бы все равно победили, но было бы три отремонтированные туалеты в школах. А теперь будет шесть. Журналист Дождя не унывает и продолжает свои попытки. Это, конечно, замечательно, но это не отменяет того, что действительно системная проблема в российском образовании такого рода существует. У меня вопрос. Хорошо, что, конечно, вы сплотились и нагнали лайков в собственной школе, но как вы боролись с этой проблемой до того, когда Местос объявил этот конкурс? Жаловались ли вы местным властям, директор школы ходил ли на совещание в Министерство образования для того, чтобы эту проблему озвучить? У нас нет Министерства образования, мы очень маленький провинциальный город, у нас есть управление образованием. И наверняка все проблемы директора озвучивает, но лучше спрашивать у директоров, согласитесь. Тем более, что у вас контакты нашего директора тоже есть. Упс, как-то неудобно вышло, но это журналисты Дождя. Так вот, наша школа не единственная в городе, и у нас очень хороший глава администрации, у нас очень хороший мэр, который много делает, очень старается. Вообще-то такое нельзя говорить на Дожде, а то подписчики не поймут, что значит хороший мэр и старается. Надо было сказать, плохой мэр. Путин пришел и туалеты поломал, денег не дает. И вот мы, таким образом, участвуя в конкурсах, пытаемся починить свои туалеты. Точнее, туалеты школы. Но, к сожалению, и вы правильно заметили, это проблема не только нашей школы, это проблема большого количества школ. И в Государственном есть школы с проблемами, и в Волгограде, и в Междуреченске. Обратите внимание, в прошлом году одна школа в Междуреченске была отремонтирована компанией до месяца. В этом году они подали еще одну заявку, теперь другая школа будет отремонтирована. Мы привлекаем небюджетные средства. Поверьте, потратить бюджетные средства нам тоже есть куда. Все, что нам дают, мы все пускаем на благо школы. Если нам дадут еще, мы с удовольствием возьмем. И не очень понятно, почему оказалось вдруг, что привлекать вот таким образом в небюджетку это плохо. Это неплохо. Просто журналисту Дождя нужно подвести своих зрителей к определенному выводу. Это неплохо. Это говорит о том, что то ли бюджета не хватает, то ли бюджет тратится не на то. Что бюджета не хватает. А разве вы этого не знаете, что бюджета не хватает? Ну вы так говорите об этом, как будто ничего страшного, что бюджета не хватает. Но это действительно страшно. Потому что это на самом деле ведет не к тому, что там люди в интернете посмеются. Это действительно может психологически по школьникам бить. Подожди, что значит люди в интернете посмеются? Ты сам в начале интервью ржал с этого. Потому что невозможно сходить в туалет. Если бы нам было смешно, я понимаю, что вы сейчас пытаетесь вывести меня на какой-то негатив. Не, я не пытаюсь вывести, я просто хочу артикулировать проблему, чтобы мы говорили о проблеме. Ты хочешь поговорить о проблеме с человеком, который тебе рассказывает о конкурсе. То, чем ты сейчас занимаешься, называется манипуляцией. И чуть дальше я покажу почему. Мы бы в этом конкурсе не участвовали. Поверьте, у нас очень дружный коллектив и очень дружные родители. Журналисту Дождя абсолютно не важно, какой там коллектив и какие родители. Журналисту Дождя надо создать видимость того, что со школами все плохо. И если бы они думали, что это все весело и все это шутки, этого бы не было. А поскольку мы же не вчера узнали, что мы в этом конкурсе участвуем. И изо всех сил помогали нашим родителям, нашим детям и нашей школе выиграть в этом конкурсе. Потому что да, такая проблема есть. И мы не говорим, что у нас в школах все прекрасно, все великолепно. И что в наших туалетах пахнет розами. Если бы было так, мы бы искали деньги на что-то другое. Мы считаем это нашей болевой точкой и мы пытаемся с этой проблемой разобраться. Мы не можем решить проблему всех школ города или всех школ Российской Федерации. Но мы стараемся сделать у себя на своем месте все, что можем. Вот администрации школы респект. Они что-то делают, чтобы решить свои проблемы. А что делает Дождь, который так переживает за эти туалеты, чтобы помочь людям решить их проблемы. И тут не прокатит сказать, что это же СМИ, они должны заниматься освещением информации, а не решать проблемы. Но то, чем сейчас занимается журналист Дождя, это не освещение событий. Это формирование определенной точки зрения. Так что делает Дождь? Дождь ничего не делает. Он просто паразитирует на проблемах, которые действительно есть. Как вам кажется, есть ли инструменты, есть ли теоретическая возможность исправить ситуацию на системном уровне? На системном уровне ситуация исправляется. Так, например, национальный проект образования уже вовсю работает. Сам проект гораздо комплекснее, чем просто ремонт школ. Там и строительство новых школ, модернизация старых школ, улучшение условий обучения, поддержка учеников, поддержка учителей и еще много чего. Разумеется, по щелчку пальцев всего не сделаешь, но работы уже активно идут. И я уверен, что журналисты Дождя об этом прекрасно знают. Но им плевать на эти школы, на эти туалеты, на этих учителей или их родителей. У них задача одна, сказать эту фразу. Но мы также выяснили, что проблема системная. Выяснили, что проблема системная. Как выяснили? Нет, проблема-то может быть и системная, а может быть и не системная. Сам способ выяснения системности проблемы довольно странный. Пригласили зауча школы, буквально выудили у нее фразу о том, что проблемы с туалетами не только у них. И сделали вывод о том, что проблема системная. Слушайте, ну это новый уровень. Нету никакой ни статистики, ни опросов, ничего. Просто одной фразы достаточно, чтобы выяснить системность проблемы. Журналистика уровня телеканала Дождь. Я думаю, это дно, друзья. Определенно дно. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Можете оформить спонсорскую подписку, если хотите. Но у меня на этом практически все. В конце хотел бы порекомендовать канал Райана Гудмана. Как раз сейчас он выпустил серию роликов с разоблачением мифов о Николае Втором. Можете зайти, ознакомиться. Если понравится подача, понравится материал, подписаться. Ну и конечно же передавайте привет от меня. Ну а теперь у меня точно все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok